Добрый день, дорогие друзья! В семье члена Федерального Совета Открытой России Анастасии Шевченко произошла трагедия. В четверг у Насти умерла старшая дочь, Алина. Это страшное горе. Я глубоко сочувствую Насте. Алина много болела. Она нуждалась в специальном уходе и находилась в медицинском стационаре. Мы не знаем, как на все это повлиял арест Насти и повлиял ли вообще. Но мы точно знаем, для того, чтобы Настя последний раз смогла увидеть своего ребенка, ей пришлось просить разрешения у следователя. Настя не совершила ничего противозаконного. Но уже два дня она была в следственном изоляторе, а сейчас находится под домашним арестом. В среду Насте предъявили официальное обвинение. Я перечитывал обвинение несколько раз и не мог поверить. Поверить, что следственная группа из четырех человек под руководством еще целого генерал-лейтенанта не постеснялась написать такую вот, извините, херню. Вот вы знаете, за что многодетной матери-одиночке грозит шесть лет тюрьмы? Я вам расскажу. Приняла меры к организации проведения собрания лекции в преддверии выборов в законодательное собрание Ростовской области. Выполняла роль координатора в дебатах. Приняла участие в собрании участников организации. Приняла участие в митинге, демонстрируя символику протестной акции, надоел. Мне интересно, как вот эти вот следователи по утрам в зеркало на себя смотрят. У них все нормально? Не противно? Как они с женой вечером общаются? Как твои дела, дорогой? Что на работе? Ничего, дорогая. Вот мать троих детей сегодня на шесть лет в тюрьму за участие в дебатах отправил и премию получил. Ты, мой кормилец, молодец, иди борща поешь. Устал, небось. Я, правда, не понимаю, что у этих людей вместо совести. И как они с этим вот грузом живут, если для них это вообще груз. Ведь они прекрасно знают сами, и следователи, и судьи, что обвинение сфальсифицировано от начала до конца. Нежелательные, может быть, только зарубежные организации. А открытая Россия, даже если вот рядом написать слово Великобритания иностранные не становятся. Вот Настя Шевченко, она что, иностранка? Председатель открытой России Андрей Пивоваров, он что, иностранец? У меня тоже только российское гражданство, другого нет. И жил бы я сейчас в Москве, если бы в 13-м году меня не выкинули из страны. Конечно же, на самом деле, открытую Россию называют нежелательной не потому, что она иностранная. Ну, никакая не иностранная. Нежелательной для власти является не организация, и даже не активисты. Нежелательными для Кремля являются идеи и принципы открытой России. Кремлевская группировка не хочет терять власть. Никогда. И поэтому сменяемость власти для них нежелательна. Они не хотят справедливого суда. Суд им нужен, как оружие для расправы с неугодными. Справедливый суд нежелателен. Честные выборы, конкуренция в политике, справедливость распределения национального богатства, права человека – это все нежелательно. Нежелательно потому, что угрожает их безраздельной власти, безудержному воровству и вседозволенности. Это не открытая Россия, нежелательная организация. Нет. Это та Россия, где есть справедливость, права, где власть меняется, а люди ощущают себя хозяевами своей земли. И вот эта Россия является нежелательной. Нежелательная Россия. То, чего боятся они. И то, что на самом деле нужно всем нам. А желательная Россия для них – это та, где Сечин, Миллер и Костин меряются размерами дворцов, яхт и самолетов. Где чиновники могут безнаказанно воровать и убивать, пока их лояльность нужна вождю. Где будущее принадлежит не всем, а только узкой группе друзей президента и их детям. Это их представление о желательности. И чтобы защитить его, они не остановятся ни перед чем. Надо взять заложника – возьмут. Заложник – это женщина с детьми – не проблема. Так даже лучше, действеннее. Вы думаете, арестовать мать троих детей, включая ребенка-инвалида – это вот самое дно? Вы плохо знаете этих людей. А как насчет того, чтобы распространять по РО арестантку клевету? Что она плохая мать. Что нормальная женщина не должна заниматься общественной деятельностью, раз у нее дети. Ну вот, чтобы всем не так жалко Настю было. Думаете, невозможно? Возможно. А главное, это делается руками тех людей, которые не пускали мать к умирающему ребенку, потому что у них рабочий день кончился. Пустили в результате, но теперь справочки сочиняют. В попытках защитить свой режим Кремль объявил войну. И не только мне. Хотя меня они явно боятся и, к слову, правильно делают. Войну объявили всем, кому не нравится, что свободную, процветающую Россию называют нежелательной. И, как полагается у трусов, войну они ведут подло. Бьют по людям, находящимся рядом. Бьют и приговаривают. Не сопротивляйтесь лучше. Что вам, себя не жалко? Жалко. Им не было жалко в 2003 году садиться в тюрьму на 10 лет. Но иногда единственный способ сохранить честь и самоуважение – это риск. Большой риск. Если вас выберут жертвой, ни я и никто не сможет вас спасти. Только запомните. И когда-нибудь отомстите. И в этом должны отдавать себе отчет все, кто борется с этой властью по-настоящему. Они работают оппозиционером в пределах разрешенного. Но лишь те, кто готовы жертвовать всем, только они меняют мир. Поэтому я продолжу борьбу. Моя задача – поддержать тех, кто нуждается в моей помощи для борьбы. Тем, кто защищает свои права от бесчеловечного давления преступной власти. Право на свободу. Право на справедливость. Право на достойную жизнь. Если люди чувствуют необходимость и имеют смелость бороться, то я их поддержу. А таких людей много. Я знаю точно. И Кремль знает точно. Поэтому и боится. У вас есть информация о преступлениях власти? Вам сюда. Вы готовы бороться за свои права? И вам нужна правовая и организационная помощь? Обращайтесь. Включайтесь в борьбу за ту Россию мечты. Которую эта власть считает нежелательной. До новых встреч.